Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и я продолжаю говорить о Blender 2.8. Предыдущую часть можете посмотреть в подсказке вверху. А в этой части мы поговорим об объемном освещении в Octane Render. О том, как создать объемный и цветной Spotlight. И как осветить сцену с помощью разных текстур. Например, создать такой витраж. Второй момент, о котором бы я хотел поговорить. Это Spotlight-осмещение в Octane для Blender. Как только я загрузил данное видео от Lina Grandi в нашу группу. Сразу же появилось много вопросов о таких источниках света. Как же получить такой эффект? Я задал этот вопрос Lina и он предложил присоединиться в закрытой группе Octane Render Blender Plugin. Ссылку на нее я оставлю в прикрепленном комментарии под видео. Благодаря Lina и Bartek Pex, я досконально разобрался в этом вопросе. И сейчас Вам расскажу, как получить такой эффект. А также, как создать цветное объемное освещение. Как в этом примере. Итак, начинаем новую сцену и скрываем, но не удаляем данный бокс. Он нам еще пригодится. Для этого его можно выделить и нажать H. Или в Scene Collection нажать на глаз напротив него. Далее создаем Plane. Увеличиваем его масштаб, нажав клавишу S. Это будет поверхность, на которой будут падать тени. Затем создадим несколько сфер, чтобы было интереснее. После чего включаем Octane Render и делаем все настройки, с которыми Вы уже знакомы. На сфере и Plane назначаем Octane Universal Material. Как это делать, Вы уже тоже знаете. После чего создаем цилиндр. Как раз именно его будем использовать, как источник света в виде прожектора. Затем переходим в Edit Mode. Выбираем режим выделения Face. И удаляем нижнюю часть цилиндра. Кстати, после чего нужно будет инвертировать нормали. Но об этом поговорим позже, чтобы Вам было понятно, для чего это делать. А сейчас назначим разные материалы для этого цилиндра. Для начала создаем любой материал для него. Затем переходим в Shading Mode и нажимаем Plus, чтобы добавить еще один материал. После чего выделяем верхний полигон. Назначаем на него первый материал с помощью Assign. Причем это должен быть Diffuse, а не Octane Universal. Затем инвертируем выделение нажав Ctrl-I и назначаем второй материал. Таким образом, у нас будет светиться верхняя часть, а стенки будут из пластика или любого другого материала. Сейчас это не так важно. Переключение между материалами выполняется с помощью выбора слота. В данном случае у нас их два. Меняем цвет верхней стенки на желтый и выключаем Background. Как это сделать? Сейчас расскажу. Чтобы это сделать, переходим в World, выбираем Texture Environment и для Texture устанавливаем черный цвет. Не пугаемся, что пока ничего не видно. Нам просто нужно включить цвет в цилиндре. Для этого добавим Texture Emission в его материал. Нажимаем кнопку Add и ищем данную ноду. После чего соединяем ее со слотом Emission. Опять же, Вы не заметите никаких изменений, даже если будете настраивать параметр Power. Потому что нужно инвертировать нормальные цилиндры. Чтобы это сделать, снова идем в Edit Mode, выделяем все полигоны. Заходим в меню Mesh, Normals, Flip. Таким образом, мы превратим цилиндр в прожектор. И уже на полу будем видеть влияние этого источника света. Поворачиваем его как хотите. И в Texture Emission включаем эти две настройки. Как Вы уже наверное заметили, в сцене все еще нет объемного освещения и конечно же хочется научиться его создавать. Не так ли? Чтобы включить объемное освещение в сцене, нам как раз пригодится тот бокс, который мы скрыли в начале этой темы. Именно на этот бокс, мы назначим материал с специальными настройками и получим объемный свет. Возвращаемся в Layout и начинаем работу с этим боксом. В первую очередь, увеличим его таким образом, чтобы вся сцена была внутри него. Затем, при выделенном боксе, переходим в Shading и назначаем на него новый материал. Для этого нажимаем кнопку Add, Octane Shader и выбираем Specular Material. Для Reflection выбираем черный цвет. Roughness равен 0 и конечно же, чтобы не было преломлений, индекс ставим равный единице. Но снова нет объема. Что же такое? Как же это исправить? Все очень просто. Вам нужна нода Scattering Medium. Данную ноду подключаем в слот Medium. Затем, для Scattering выбираем белый цвет и уменьшаем плотность тумана с помощью параметра Density. Таким образом, Вы уже увидите объемное освещение. Кстати, Вы сможете поменять цвет Absorption и Scattering на любой другой, если Вам хочется создать какое-то настроение. Плюс, естественно, Вы можете поменять цвет самого источника света. Но есть один нюанс. Если Вы будете менять цвет Diffuse, то не увидите никакого влияния. Так как, естественно, Вам нужно менять цвет самого Texture Emission. Я решил об этом предупредить, потому что мне уже задавали вопрос о том, почему не меняется цвет источника света. Для того, чтобы поменять цвет Texture Emission, Вам нужно подключить ноду RGB Spectrum в слот Texture данной ноды. И затем, уже менять цвет на нужный оттенок. Таким образом, у Вас будет смешивание цвета Scattering и источника света. При желании, можно сделать темнее цвет для источника. Если же Вы хотите изменить радиус распространения конуса света, то переходим в редактор цилиндра и увеличиваем или уменьшаем масштаб полигонов. Для этого выбираем данные точки и с помощью клавиши S изменяем их масштаб. Кстати, это не всегда удобно. Создавать специальный цилиндр, затем менять масштаб точек и так далее. Поэтому, я сейчас расскажу Вам о другом методе создания такого Spotlight из простого Plane. Также поговорим о том, как использовать цветную текстуру для создания того же витража или какого-то интересного цветного освещения. Возвращаемся в Layout. Снова временно скрываем куб и удаляем наш проектор, так как он уже не нужен. Далее создаем еще один Plane, который превратим в источник света. Для этого назначаем тот же материал, который использовали на поверхности цилиндра. Чтобы это сделать, выбираем объект и затем в Shading этот материал. Естественно, его нужно было переименовать в самом начале, чтобы потом не путаться. Но я этого не сделал, поэтому исправлю это и называю его Light. Поворачиваем Plane таким образом или инвертируем его нормали. Затем включаем куб. И что мы видим? У Plane нет четкого конуса освещения, как у предыдущего объекта. И конечно же, сразу возникает вопрос, как это исправить? Сейчас я расскажу, как это сделать и сразу же покажу, как светить текстурой вместо обычного цвета. Удаляем RGB Spectrum. Перетягиваем любую текстуру в окно с материалом. Я буду использовать такую маску и обычную цветную текстуру. Сначала начнем с нее. Перетягиваем в окно с материалом и подключаем слот Distribution. Теперь освещение формируется исходя из цветов в данной текстуре. Но чтобы уменьшить радиус распространения цвета, Вам нужно создать еще две ноды. И давайте сразу же поменяем Wrap Around на Black Color. Для чего это нужно, скоро узнаете. Теперь приступаем к созданию двух нод. Первая нода это Full Transform. Ее нужно подключить в слот Transform. А вторая нода это Perspective Projection, которая подключается в слот Projection. В итоге Вы увидите, как сразу же поменялся радиус источника света. Получился цветной конус. Если же Вы хотите сделать его меньше, то в первую очередь изменяем значение для каждой оси в Scale ноды Full Transform. Кстати, если Вы хотите немного ускорить просчет объемного освещения. То в настройках Octane Render можно временно поменять режим Path Tracing на Direct Light. Таким образом, будет просчитываться только объемное освещение от Plane. Как я сказал ранее, Вы можете загрузить абсолютно любую текстуру. Например, написать в Google Color Gradient. И выбрать что-нибудь интересное Вам из предложенных текстур. Например, мне нравится такой градиент. Давайте же посмотрим, как он будет выглядеть на рендере. Чтобы поменять текстуру, просто кликаем на данную иконку папки и указываем новую. Как видите, получается тоже интересный эффект. Кстати, благодаря Black Color, который мы выбирали ранее вместо Wrap Around, можно использовать маску для придания формы освещению. То есть, на пол будет проецироваться определенная картинка. Если у Вас слишком размытое изображение, то просто уменьшаем масштаб Plane и делаем Reset Transform. И естественно, чтобы четко увидеть узор, нужно изменить материал пола на более матовый. И последний узор, который Вы видели в Preview и который я хотел бы попробовать, это данный витраж. Теперь Вы знаете, как можно делать интересное объемное освещение с разными узорами. В следующем уроке, будем говорить о всех возможностях плагина Creative Bundle. Его я может тоже разделю на несколько частей. Почему я делаю уроки не больше 10-15 минут, я уже объяснял в вкладке сообщества. Если Вы не читали эту информацию, то прошу с ней ознакомиться. Благодарю за просмотр и желаю Вам хорошего, продуктивного и позитивного дня. Всем мир! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...